Приветствую вас! Я бы рекомендовал исходить из того, каковы условия того, что ребенок узнал о том, что он приемный. То есть, при каких обстоятельствах он об этом узнал. Вот исходя из того, как он узнал о том, что он приемный, и можно будет подумать, что вам делать. Если он узнал, например, случайно, то можно, соответственно, сказать ему о том, что мама его не приходит к нему потому, что не может. У нее проблемы, она болеет, ну или что-то еще. То есть, тут лучше подумать, какой тип личности у ребенка. Чувствительный, эмоциональный или, наоборот, рациональный. И, в зависимости от этого, подобрать, ну, как бы, линию, такую поведение, да, то есть, теорию. Ведь, если ребенок, например, не эмоциональный, то давить на эмоции будет неправильно. А если ребенок эмоциональный, то, соответственно, такой, ну, более-менее рациональный подход ребенка не устроит, потому что просто-напросто не воспримет, не отнесется с пониманием к тому, что вы будете говорить. И это, это нужно учитывать при выборе линии поведения, при выборе теории, которые, ну, капелька, капелька, которые вы будете объяснять, то, почему к ребенку не приходит его мама. Если ребенок узнал, значит, о том, что он приемный не случайно, а вы сами об этом рассказали, то тогда, в первую очередь, вопрос к вам, вопрос к вам, зачем, зачем вы это сделали. Ну, то есть, ну, условно говоря, условно говоря, там, да, какую цель вы преследовали, то есть, чего вы хотели, что вы хотели, хотели вы, я не, ну, если бы ребенок нам правы. Решение похвальное, безусловно, вы правильно поступили, но тогда нужно учитывать, что правда он всегда вызывает вопрос. И если ребенок рациональный, то лучше всего вам будет сказать о том, как стоят дела, либо на самом деле, либо, если вы за него волнуетесь, то сказать, там, полуправду или что-то вроде того. Потому что иначе у ребенка может быть травма, и он так и будет думать, где его мама, и почему она не приходит. А еще хуже может, как бы, ну, может подумать, что в нем проблема, и что из-за него все это. То есть, мама к маме к маме не приходит именно из-за него, по, по, ну, по его вине, то есть, он сделал что-то не так. Вот, чтобы не было таких мыслей у ребенка, а в силу эгоцентризма они могут быть, к сожалению. Вот, чтобы не было таких мыслей у ребенка, желательно, чтобы вы сами постарались ему как-то вот донести вот этот момент. То есть, сперва вы делаете следующее, определяете для себя условия, в результате чего, в результате каких-то обстоятельств ребенок узнал, что он приемный. Дальше определяете для себя тип личности ребенка. Какой он? Ну, естественно, приблизительно. То есть, тут не нужно как-то уж слишком углубляться в детали, вряд ли это является актуальным, уж совсем актуальным. Дальше, значит, после того, как это будет вам ясно, вы выберете, собственно говоря, ту форму подачи информации, которая лучше всего подойдет для донесения информации ребенку. И я надеюсь, что эту форму вы подберете в праве. Думаю, что это то, что можно вам сказать. Думаю, что это является ответом на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...